здравствуйте у вас есть торт macron нет а что это то же самое что наполеон только без яиц в общем то после этого на католической церкви можно и в прямом и в переносном смысле ставить крест что же касается мира реальной политики они буйного воображения сторонников светланы тихановской там для белорусской прозападной оппозиции все складывается совсем безрадостно здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама и я ее ведущий даниил богатырев ровно неделя осталось до президентских выборов в сша за которыми с интересом будет следить весь мир от их исхода в международно-политической обстановке на ближайшие четыре года может зависеть очень многое в преддверии выхода на финишную прямую основной американский предвыборный дискурс сводился к скандалу с ноутбуком сына джо байдена и обсуждению финального тура дебатов двух кандидатов еще в середине октября разгорелся скандал связанный с информацией которая попала в руки фбр после того как сын джо байдена хантер забыл ноутбук в ремонтной мастерской самое громкое разоблачение касается работы байдена младшего в разных компаниях деятельности которых путем незаконного лоббизма помогал его отец во время вице-президентства входит в их число и скандально известная украинская компания буризма однако основной фокус в обсуждении прореспубликанской прессы сделан все же на теневых сделках семьи байденов в китае оно и неудивительно учитывая нарастающую геополитическую конфронтацию с сша с кнр на прошлой неделе история с ноутбуком байдена младшего начала обрастать конспирологией свойственной любой избирательной кампании появилась шокирующая теория о том что еще хранилось в ноутбуке конспирологи убеждены что там фото и видеозаписи педофильского содержания хотя данная теория еще не подтверждена какими-либо официальными заявлениями но многие пользователи социальных сетей поделились видеозаписью интервью канала fox news с известным республиканским сенатором якобы указывающим на такую возможность сенатор рон джонсон из штата висконсин не подтвердил но и не опроверг предположения связанные с тем что расследование фбр выявила в электронной почте хантера байдена видео с детской порнографии которую как правило распространяют между собой педофилы при всем неоднозначном отношении к семейству байденов их коррупционным похождениям в том числе и в украине стоит отметить что эти обвинения больше всего напоминают старую добрую политтехнологию гнилой селедки суть ее заключается в том чтобы бездоказательно обвинить политического оппонента в чем-то сверх позорном а затем растиражировать это обвинение через соцсети или слухи чтобы она стала широко обсуждаемой в обществе темой далее все просто даже если оппоненту удастся опровергнуть обвинение то осадочек как говорится останется по замыслу тех кто прибегает к этой технологии она должна отвергнуть от кандидата конкурента хотя бы часть колеблющихся избирателей другим значимым событием которое может оказать влияние на исход избирательной кампании в сша стал финальный тур дебатов он состоялся за полторы недели до дня волеизъявления вот как описала общую атмосферу прошедших дебатов британское новостное агентство bbc цитата 90-минутные дебаты которые модерировала кристен велкер на канале nbc стали сценой для множества личных нападок между соперниками взаимная неприязнь которых витала в воздухе в заключительном выступлении перед избирателями кандидаты предложили нации совершенно разные взгляды на все под закрытие страны для борьбы с коронавирусом до закрытия отрасли добычи природных ископаемых для противодействия изменению климата главные споры кандидатов действительно свелись к теме противодействия коронавирусу и взаимным обвинениям трамп подстаивал тезис о том что вирус уже отступает а введение жесткого карантина нанесло бы экономики непоправимый ущерб байден в свою очередь выступал за ужесточение противоэпидемических мер трамп также привел просочившиеся в сеть электронные письма от сына байдена хантера а его коррупционных деловых отношениях в китае байден назвал эти обвинения гнусными инсинуациями в ответ обвинив трампа в наличии банковских счетов китае и уплате налогов в этой стране по данным социологических исследований за неделю до выборов симпатии электората были на стороне джо байдена его отрыв от действующего президента составлял 9 10 процентов однако в нескольких ключевых штатах с наибольшим числом выборщиков отрыв байдена от трампа составляет всего 1 2 процента что вписывается в рамки статистической погрешности это обстоятельство позволяет говорить о том что интрига сохраняется и одержать победу может любой из кандидатов в текущих выборах президента сша интересен и огромный процент избирателей проголосовавших досрочно по сообщению портала united states elections project по состоянию на 26 октября их число достигло 59 с половиной миллионов человек что составляет более трети всех избирателей в соединенных штатах при этом свыше 40 миллионов бюллетеней было отправлено по почте напомним ранее президент дональд трамп называл именно такой способ голосования благодатной почвой для фальсификации в пользу кандидата от демократов и добивался его отмены впрочем джо байден не питает надежд на легкую победу в своем недавнем интервью программе 60 минут на канале cbs не путать с одноименной передачей на российском телевидении он заявил что президент дональд трамп все еще может победить на выборах 2020 года потому что делегитимация результатов избирательной гонки это именно то как он привык играть как видим непредсказуемых последствий предстоящих выборов и не признание проигравшей стороной их результата со всеми вытекающими последствиями сейчас не исключает даже один из кандидатов в предвыборных раскладах соединенных штатах нам поможет разобраться директор украинского института политики руслан бортник здравствуйте руслан здравствуйте данил до выборов штатах осталась неделя весь мир ожидает этого судьбоносного волеизъявления какие бы тенденции в развитии американской предвыборной кампании вы бы отметили сейчас и каковы шансы кандидатов на победу во первых это безусловно большое количество проголосовавших дистанционно по почте предварительно более 50 миллионов избирателей воспользовались таким правом и это существенно повлияет безусловно на результаты кампании во-вторых это то что кампания за последнюю буквально неделю пожелтела очень сильно с одной стороны трампианцы крутят тему с ноутбуком хантера байдена так называем якобы там найденном каком-то баре на котором там и финансовая переписка и порнографии якобы даже педофилия вот крутится желтая страница потребление наркотиков крутится желтая страница якобы семьи байденов с другой стороны стороны демократы сняли вторую серию документального фильма о трампе и в окружении где очень неприглядном виде показывается джулиане там смешных позах в гостинице то есть кампания пожелтела все пытаются вытянуть что-то такое чтобы пила по бытовому сознанию американцев конечно параллельно стороны обмениваются и продолжают обмениваться политическими ударами трамп обвиняет видели байдена в коррупционных деньгах полученных от россии и украине или китае демократы обвиняют по его окружении в некомпетентности ситуации с коронавирусом прежде всего 300 тысячах смертей обвиняют в неэффективной внешней политики и кстати в связях с китаем тоже с китаем тоже да говорят о том что в него якобы есть там где-то тайный счет в китае через который трамп работает зарабатывает деньги ну и третье несмотря на то что преимущество есть определенное у байдена социология показывает ему где-то от 5 до 12 процентов общественной поддержки плюс все таки многие ключевые штаты до сих пор не определились а с учетом американской избирательной системы мы можем говорить что это преимущество пока что не является решающим падена немножечко лучше шансы быть переизбранным но напомню вам что клинтон тоже победила с точки зрения голосов трампа но проиграла в конце концов президентское кресло поэтому в компании сохраняется интрига она вышла на финишную прямую очевидно что все стороны пытаются уже сжечь последний компромат последнее электоральное топливо которое могут они найти несмотря на то что она уже не низкого качества прогнозировать результаты выборов сша остается достаточно сложно так и последствия также как и последствия этих выборов в части признание или не признание кандидатами результатов выборов стабильности поле всей политической системы реакции общества на результаты выборов много много рисков остается для всей американской политической системы на этой неделе мы также слышали довольно резкое и жесткое заявление от председателя кнр си дзинпина и казалось бы как это может быть связано с американскими выборами но заявил он следующее по случаю годовщины ввода китайских войск в Корею тогда еще в 50-е годы что китайцы должны обороняться от внешних врагов в том числе и при помощи силы очевидно что в качестве внешнего врага нынешнее руководство китая воспринимает в первую очередь действующее американское руководство с руководством времен обамы с демократами они как-то более успешно договаривались не являются ли подобные заявления основного геополитического конкурента попыткой как-то повлиять на американскую избирательную кампанию и указать на того с кем китаю предпочтительней договариваться так думаю многие китайские американские аналитики они говорят о том что все же китаю предпочтительней байден сегодня и таким образом такими заявлениями накручиванием определенными антиамериканской истерии в китае там последние недели в топ чарта в китае например вышел художественный фильм о войне в корее против сша напоминанием о том что рано или поздно придется воевать и возможно с сша где-то на гибридных театрах боевых действий все это конечно должно наверное продемонстрировать демонстрирует неэффективность или неуспешность внешней политики трампа по китайскому направлению но трампу есть чем парировать во-первых безусловно он достиг преимуществ значительных в торговле с китаем хотя они не все реализованы но многие американские товары получили доступ на китайские рынки а условия работы китайских производителей сша они осложнились кроме того и на другом театре внешнеполитическом была разыграна другая пьеска я говорю о нагорном карабахе где травм уже выступил в роли посредника для достижения мирных договоренностей между азербайджанами и армением все вроде бы договорились пожалуй выражали виртуально друг другу руки конечно ситуация никого никоим образом не поменялась скажем его не война продолжается но трамп смог вынести позитивный сигнал что от россия не смогла турция не смогла франция не смогла мы договорились но тоже не смогли в итоге итоге не смогли но для американского общества трамп же говорит там все хорошо там теперь все нормально понимаете мне кажется что на горный карабах начинает напоминать не в знаменитый сюжет фильма хвост виляет собакой помните о какой-то виртуальной войне для американского зрителя там была война в арбане да 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 вот поэтому все что есть сегодня под рукой в штабов кандидатов какое-то еще есть политическое топливо они все безусловно сейчас пытаются максимально использовать украинский кейс не сыграл такой грубо глубокий ролик на которую могли бы рассчитывать мне кажется сторонники трампа из-за того что все же правоохранительная система сша дистанцировалась от этого кейса и не все обвинения записи пленки документов пока что не стали предметом для юридических расследований внимательных сша но это уже проблема самого трампа его окружения возможно какой-то такой элемент сдачи или предательства со стороны республиканского окружения трампа и из-за этого уровень легитимности этих материалов крайне низок и на избирательную кампанию повлиял только очень ограниченно говоря об украинском кейсе наверное он еще не сыграл в силу его малой значимости для американского избирателя рядового потому что вот допустим на дебатах тему взаимодействия байдена с китаем трамп активно поднимал а тему взаимодействия с украиной фактически игнорировал и дело в том что трамп пытался просто байдену вернуть раша гейт вот эти обвинения связаны с влиянием россии на на трампа он просто пытался доказать что байден китайский шпион так и встретились в эфире китайские и русские шпионы на выборах сша да но шутим мы конечно в этой части тема коррупции она очень чувствительна для американского общества и мне кажется что тезисы по украине в той части что деньги американские налогоплательщика возможно использовались неправильно и был личный мотив у вице-президента сша для такого использования этих денег они да он достаточно сильный и он повлиял на избирательную кампанию но ограничено потому что он не был легитимизирован правоохранительными структурами если бы кто какая-то из правоохранительных структуру открыла по этим заявлениям следствие начала бы допрашивать байдена и его окружение в этой части ситуация была бы абсолютно абсолютно другой но дип-стейт вот это глубинное государство американское решила пока что эту ситуацию не принимать во внимание и поэтому это не сработало на протяжении всего лета и части осени многие аналитики говорили о высоком риске хаотизации обстановки в соединенных штатах после президентских выборов то есть о чем идет речь что один из кандидатов в частности проигравший может не признать итоги этих выборов а люди на улицах разгоряченные как сторонники трампа консерваторы так и сторонники демократов всевозможные левые либералы и тому подобные бвм щеки вот и что может якобы разгореться гражданская война каковы шансы такого сценария развития событий за неделю до выборов я думаю что пока что такой сценарий маловероятен не крайне маловероятен а маловероятен в силу того что оба кандидата заявили о том что они собираются признать результаты выборов если они будут честными и а это является следствием влияния системы политической на на двух кандидатов вот это американское бюрократическое государство и глубинное государство она дает четко понять что любое любая попытка разрушить его принципы работы идет к оторжению любого из кандидатов кто попытается поставить на кон стабильность этой модели управления поэтому я думаю что оба кандидата вынуждены будут согласиться с результатами выборов протесты да могут быть но они не будут иметь ограниченное влияние силу того что несогласие с результатами выборов приведет тому что от них это такого кандидата откажется даже свое даже часть своего окружения и даже своя родная партия пока что такой сценарий в сша мало вероятен тем более что американская система обеспечивает смены сменно силит то есть постоянно поочередно или по кому-то условно по какой-то системе власти приходят и демократы и республиканцы условно говоря менять эту синицу в руках гарантированный приход власти через цикл через два цикла на журавля в небе возможный захват власти с непрогнозируемыми экономическими политическими военными последствиями никто мне кажется пока что не решит поэтому эти сценарии мало вероятны в завершение задам вопрос фактически с которого мы начинали вы упомянули о том что очень многие американские избиратели около трети фактически проголосовали досрочно и не просто досрочно а по почте большинство из них проголосовала раньше ведь дональд трамп активно агитировал против такого способа голосования и называл его самым вероятным способом фальсификации почему ему не удалось добиться отмены подобного метода больше того в конце концов трамп согласился с таким способом голосования перестал протестовать после того как республиканские риты структуры республиканской партии тоже начали активно участвовать в этом дистанционном способе голосования но традиционно вникается что-то дистанционный способ голосования является очень серьезным рис и резервом американского эстеблишмента для влияния на результаты выборов и вы выступать системной последовательно разрушать этот инструмент влияния сегодня пока что ни один из кандидатов не решится потому что он потеряет но не тоже не просто лояльность и даже нейтральность этой системы к себе спасибо вам за беседу русского в гостях у международной панорамы был руслан бортник директор украинского института политики между францией и турцией тем временем разгорелся дипломатический скандал в конце прошлой недели президент турции ржеп таип эрдоган публично оскорбил французского президента эммануэля макрона отвечая на развернутую макроном кампанию в защиту светских ценностей которая началась еще до убийства учителя самуэля пати эрдоган в своем публичном выступлении на съезде партии заявил следующее цитата что за проблема у человека по имени макрон с исламом и с мусульманами макрону надо проверить здоров ли он психически что еще можно сказать о главе государства который не понимает что такое свобода вероисповедания и ведет себя подобным образом по отношению к миллионам людей живущих у него в стране но принадлежащих другой вере откровенно говоря после убийства французского учителя исламским фанатиком о котором мы рассказывали в прошлой передаче подобные заявления из уст эрдогана звучат как сознательная провокация конфликта если цель была именно такова то своего турецкий лидер добился в ответ на скандальные заявления эрдогана франция отозвала своего посла из турции для консультаций вот как описала реакцию французских властей на заявление турецкого президента издание associated press цитата спустя несколько часов администрация французского президента отреагировала заявлением в котором говорилось излишество и грубость не метод и мы не воспринимаем оскорблений используя необычно резкие выражения администрация французского лидера заявила мы требуем чтобы эрдоган изменил свою политику опасную во всех ее аспектах администрация президента франции отмечает что эрдоган будучи набожным мусульманином не выразил соболезнований в связи с обезглавливанием под парижем на прошлой неделе учителя показавшего в классе карикатуры на пророка мухаммеда французские судебные органы расследуют убийство как террористический акт ставший следствием исламского радикализма заявление эрдогана выглядели бы глупым популизмом испортившим отношения с союзником по нато если бы турецко-французские отношения не подвергались планомерной эрозии на протяжении последних нескольких месяцев так еще летом когда между турцией и грецией обострился дипломатический конфликт за шельф средиземного моря в котором были обнаружены залежи природного газа франция однозначно поддержала греческую сторону французские военные корабли даже участвовали в совместных с греками военных учениях в спорных водах эти учения тогда воспринимались не иначе как игра мускулами перед турцией которая в свою очередь также выводила свой флот на маневры в спорные воды разногласия с турцией у франции наблюдались и в вопросе поддержки разных сторон в ливийской гражданской войне париж давно сделал ставку на режим халифы хавтара в то время как анкара в последний год особо активно поддерживала правительство национального согласия в триполи во главе с фаизом сараджем ситуацию усугубило то что в текущем году турецкая поддержка пнс приобрела в основном военный характер но самым крупным клином вбитым в турецко-французские отношения эрдоганом стала поддержка турции возобновления боевых действий в нагорном карабахе с целью возврата этого региона под контроль азербайджана дело в том что франция наряду с россией сша является сопредседателем в минской контактной группе обсе по мирному урегулированию в нагорном карабахе кроме того именно во франции проживает одна из крупнейших в мире армянских диаспор оказывающих влияния в том числе и на политику не далее чем на прошлой неделе в национальной ассамблее франции то есть нижней палате французского парламента была внесена резолюция о признании независимости арцаха как называют нагорный карабах армяне вот что пишет об этом сайт фонда армянских национальных интересов цитата в течение 10 дней мы работали с бывшим премьер-министром франции домиником девиль пеном членом совета директоров фонда армянских национальных интересов местными журналистами членами парламента объясняя им что происходит на линии соприкосновения арцах азербайджан с 27 сентября мы также представили роль турции и участие наемников что полностью меняет картину вероятно именно все более активное осуждение турецкой внешней политики будь то в карабахе ливии или восточном средиземноморье со стороны французских властей и стала причиной оскорбительных высказываний реджепа эрдогана в адрес эмануэля макрона как мы помним по прошлым дипломатическим пикировкам турецкого лидера с представителями иностранных государств эрдоган склонен придерживаться жесткой пренебрежительной и предельно враждебной риторики до тех пор пока не получит столь же жесткий и желательно асимметричный ответ способен ли на такой ответ французский президент скоро станет понятно а пока позволим себе рассказать короткий анекдот который может пролить свет на этот вопрос итак диалог в кафе здравствуйте у вас есть торт макрон нет а что это то же самое что наполеон только без яиц о перипетиях турецко-французских отношений поговорим с политологом международником сергеем толстовым здравствуйте добрый день как вам нравится эта ситуация когда эрдоган позволяет себе подобные оскорбительные высказывания в адрес макрона ну или точнее чем она вызвана с вашей точки зрения ну два сегмента первый смысловой второй престижный смысловой сегмент понятен в принципе с точки зрения франции но несколько неожидан с точки зрения эрдогана макрон уже не первый раз в общем то сначала немецкие политики об этом говорили что пора бы все таки поставить европейский ислам в определенной рамке то есть речь идет о чем речь идет о том что ну в европе во время миграционного кризиса 15 года насчитывалось около 400 радикальных проповедников которые по сути призывали к строительству халифата европейских мусульманских анклавах разведки начали работать в этом направлении было были установлены скажем так их связи каналы финансирования ну и постоянные мятежи и беспорядки в мусульманских анклавах и практическое отсутствие центральной власти на этих в этих территориях но подтолкнула макрона к тому что в своем реформаторском порыве вот обратил внимание не только на перспективы европейского проекта но и на францию обещал 9 декабря внести законопроект который поставит ислам на территории франции под контроль государства и введет его так называемые республиканские рамки ну действительно ситуация выглядит абсурдно когда в мусульманских анклавах по сути господствует другой порядок общественных отношений никак не сопоставимый с законами конституции франции других европейских государств когда там действует в общем своя иерархия когда ислам практически игнорирует светское государство отрицает фактически шариатские законы ну есть шариатские суды но сказать что во всех исламских анклавах на территории европы действует шариатский закон сказать так сложно но это требует скажем так я бы сказал уже криминально-полицейского расследования скорее а вот в связи с этим еще такой вопрос как вы считаете можно ли побороть вот этот исламский радикализм одновременно по такая такой такому либеральному мракобесию ну вот что я имею в виду ведь эти же сотрудники издания шарли и бдо допустим они сознательно подымают самые такие запретные темы и самые провокационные темы то есть фактически они сознательно провоцируют тех же самых исламистов ну и не только исламистов они там шутили по поводу авиакатастроф в которых погибали люди очень мерзко и отвратительно шутили вот и тому подобное то есть не является ли само поощрение таких вот либеральных фриков ну зеленой улицей для всевозможных радикалов и не только исламские не либеральные фрики это верх в общем-то цинизма и в принципе открытое издевательство над какими-то представлениями убеждениями чувствами самых разных людей когда когда их постреляли за карикатуры на пророка мухаммеда то я говорил как раз тогда с одним мусульманином который так сказать умеренным который говорил как как это можно но я ему сказал что собственно говоря мне было бы точно также неприятно видеть всякие гадости на христа вот хотя в свое время инквизиция постаралась над тем чтобы было много версий но вместе с тем это откровенное издевательство вообще над человеческими чувствами полное отрицание вообще природы плюрализма но потому что свобода одного человека заканчивается там где начинается пространство личная личная территория другого поэтому вот так откровенно наступать на на душу и на мозги других людей но это откровенное издевательство я был в принципе несколько поражен тем как европейские лидеры пригласив туда петра алексеевича порошенко начали ходить хороводом вокруг так сказать шарлейбдо и говорить о какие замечательные ребята погибли погибли они в принципе понимая на что они идут или или по или не понимая на что они идут но погибли они совершенно в принципе закономерно потому что нельзя откровенно издеваться над чувствами и представлениями людей другое дело что в во многих странах в том числе и в некоторых арабских и в постсоветских шла речь о том чтобы местный ислам при местном местному исламу придать какие-то вменяемые формы предотвратить проникновение радикальных ваххабистских там салафитских идей которые активно субсидировались саудовской аравии катаром там некоторыми другими государствами и негосударственными формированиями в принципе учебники издавать на своей территории вот как например в узбекистане центральная мечеть принять их как исламский университет который печатает исламские для исламских богословов учебники печатает ташкенте соответственно выбрасывая туда всякую муть чушь и мракобесие вот ну соответственно некоторых других арабских странах тоже делались подобные попытки но тем не менее турция один из центров как раз который готовит скажем ну это относительно умеренное но в то же время гораздо более активное течение ислама типа братья мусульмане вот он готовит так сказать в нескольких учреждениях в том числе под стамбулом вот кадры для европейских стран для европеизированных для светских государств ну и соответственно эти люди потом едут например в тот же казахстан где вдруг ниоткуда откуда не возьмись возникли так сказать фундаменталистские теракты на этой фундаменталистской почве но в данном случае все таки эта проблема это один сегмент и мне казалось как хотелось бы как раз по франции остановиться на этом чуть более подробно но макрон поставил в общем конкретную цель стабилизировать и упорядочить ислам во франции прекратить прекратив распространение всякого радикализма малькобесия фундаментализма мы немножко уточним для наших зрителей по сути этого закона он кстати изначально и назывался там закон об исламском радикализме после чего там название было предложено изменить на более такое общее и толерантное но тем не менее суть закона заключается в том что те религиозные организации которые встанут на соответственный соответствующий учет и будут исполнять законодательство республики будут проходить всякие проверки они могут претендовать на госфинансирование то есть им будут предоставлены какие-то и льготы на оплату всевозможных услуг и еще государственное финансирование а те организации которые на такой учет не встанут будут иметь проблемы с правоохранительными органами ну и плюс иностранные проповедники соответственно тоже не допускаются это вообще проблема конечно для европы сейчас сложная нейтрализовать ее невозможно как на мой взгляд в общем и полностью приручить местный ислам с этим вряд ли что-то получится но какая-то разделение на легальный и нелегальный ислам очевидно возможно но соответственно нелегальный ислам соответственно подлежит искоренению что что будет также оставаться почвой для беспорядков ну и скорее всего все таки терактов но европейцы устали от многих вещей ну когда бывшие христианские церкви становятся мечетями вот когда в поездах так сказать какие-то люди бросаются на своих попутчиков с топорами ножами или там дубинами ну и все это и все такое прочее то есть решить эту проблему крайне сложно тем более с учетом того скажем ментального попустительства которое культивирует европейский союз вот своей повседневной практике все таки это внутренний внутри европейский контекст а вот что касается что касается что касается турции то тут эрдоган отреагировал на это несколько своеобразно поскольку ну турция формально еще считается светским государством вместе с тем эрдоган выступил как защитник так сказать невмешательства в дела ислама со стороны европейских государств том числе европейского ислама может быть он выступил из-за тех конфликтов с францией которые были по поводу карабаха средиземноморья ливии здесь много здесь много тем для противоречий не говоря уже о том что это далеко не первый такой скажем а конфликт престижа между эрдоганом и европейскими лидерами свое время конфликт был из германии когда эрдоган выступал на митингах встречах с турецкой диаспорой призывал их оставаться так сказать гражданами и патриотами турции несмотря на их пребывание на территории европы был конфликт достаточно жесткий с нидерландами который сопровождался отзывом послов и блокированием дипломатических отношений но из франции также был целый ряд конфликтов начиная с признания армянского геноцида 1915 года другое дело ну и другое дело что заявив о объявив себя защитником по сути не вмешательства дела европейского ислама со стороны европейских государств эрдоган по сути декларировал при прямое вмешательство внутренние дела франции при этом объявил заявил что макрон психически неполноценный вот а его управление администрации президента турции начала тиражировать различные обвинения в том что это фашистский подход до мусульманам и что скоро начнутся ограничения преследования евреев и так далее и так далее франа вероятно подводя черту под всем этим наверное следует отметить что потенциал для разворачивания конфликта есть и наше время к сожалению подошло к концу благодарю вас за беседу в гостях у меня был политолог международник сергей толстов пока турки ругались французами предстоятель рима католической церкви пробивал очередное дно так называемой толерантности на прошлой неделе папа римский франциск поддержал однополые браки этот вопрос был затронут в интервью для документального фильма франческо премьера которого состоялась на международном кинофестивале в риме гомосексуалисты имеют право жить в семье они божьи дети законы о гражданских союзах должны распространяться и на них приводит слова предстоятеля рима католической церкви издание associated press стоит ли напоминать о том что согласно библии создание семьи возможно только между мужчиной и женщиной а то что сегодня толерантно называют однополыми браками именуется впадением в содомский грех думаю папа франциск и так прекрасно об этом осведомлен иначе не занял бы высший пост в католической церкви просто подключаясь к массированной пропаганде гомосексуализма развернутой на западе он пытается идти в ногу со временем подстраивая устои католической церкви под моральное разложение современного западного общества в общем то после этого на католической церкви можно и в прямом и в переносном смысле ставить крест ведь когда священнослужители вместо проповеди праведного образа жизни начинают потакать пороком общества на этом их статус проповедников и священнослужителей заканчивается наверное для констатации этого факта не хватает только венчание гомосексуалистов в соборе святого петра в риме впрочем с такими темпами скоро и она может состояться в завершении этой темы отметим что подобные заявления папы римского противоречащие христианской морали могут оттолкнуть от него значительную часть паствы в частности христиан католиков в восточной европе и латинской америки настроенных в отношении семейных ценностей весьма консервативно чили в минувшее воскресенье голосовали за упразднение старой конституции именно так не за принятие новой а за упразднение старой и утверждение механизма разработки нового основного закона за изменение конституции проголосовало 78 процентов участников референдума при явке в 51 процент люди были настолько уверены в исходе голосования что праздновать начали не дожидаясь оглашения его итогов на референдум было вынесено два вопроса нужна ли стране новая конституция и какой орган должен ее создавать большинство участников проголосовало за то чтобы новый основной закон чили был создан собранием полностью состоящим из избранных граждан а не органов в котором состояли бы прежде всего юристы тем самым люди недвусмысленно выразили свое недоверие к политическим элитам соответствии с волеизъявлением проект новой конституции будет разработан специально избранным органом состоящим наполовину из женщин а наполовину из мужчин полторы сотни членов этого конституционного конвента будут избраны свободным и тайным голосованием к апрелю 2021 года и у них будет до года для согласования проекта текста с предложениями одобренными большинством в две трети голосов среди вопросов которые вероятно будут в центре внимания конституционной реформы признание прав мапучи коренного населения чили гарантия права на введение переговоров протестующих граждан с властями право на воду и землю а также на бесплатную медицину образование и организацию государственных пенсионных фондов затем чилийцам снова предстоит проголосовать за то принимают ли они новый текст основного закона или хотят вернуться к предыдущей конституции здесь стоит сделать лирическое отступление и напомнить что ныне действующая конституция чили была принята во времена правления генерала августа пиночета взамен приостановленной в 1973 году после переворота конституции 1925 года работавшая над главным законом страны конституционная комиссия не представляла всего политического спектра чили поскольку ее члены были выбраны диктатурой пиночета а противники режима были само собой исключены принято в 1980 году конституция гарантировала что августа пиночет мог оставаться президентом чили еще восемь лет с расширенными полномочиями после чего необходимо было проведение референдума о переизбрании в результате проведенного в 1988 году плебисцита большинство чилийцев проголосовали против пиночета которому пришлось оставить власть а в стране началась либерализация политической жизни системы здравоохранения образования и пенсионного обеспечения полностью поставлены на коммерческую основу и максимально приватизированные тоже наследие эпохи правления пиночета чей режим парадоксальным образом сочетал предельно консервативный подход к политике с ультралиберальным подходом к экономике в духе тотальной приватизации и урезания социалки прошедший на выходных референдум за отмену пиночетовской конституции стал итогом массовых протестов которые длились около года поводом для их начала послужил подъем стоимости проезда в столичном метро на сумму эквивалентную примерно 1 украинской гривне в результате первой волны протестов и стычек с полицией тогда погибли 26 человек президент страны карлос пиньера признал что нынешняя конституция вызывала разногласия и призвал чилийцев работать вместе чтобы новая конституция стала великой основой единства стабильности и будущего он также высоко оценил демократический характер голосования цитата сегодня граждане и демократия победили сегодня единство преобладает над разделением а мир над насилием и это без сомнения триумф для всех чилийцев которые любят демократию единство и мир правда стоит все же добавить в эту бочку меда и эйфории маленькую ложку дегтя напомнив о том что изменения в конституцию не всегда гарантируют преобразований на практике как верно отметил в своей статье для cnn под названием может ли новая конституция решить старые проблемы чили обозреватель рафаэль ромо цитата можно ли создать процветание и справедливость чистого листа почему соединенные штаты не изменили свою конституцию хотя мы вносили в нее правки 27 раз у израиля и соединенного королевства вообще нет писанных конституций и в самом деле без наличия политической воли для воплощения в жизнь грандиозных планов и положительных изменений даже самая грамотно составленная конституция обречена быть всего лишь бумажкой гражданам украины это известно пожалуй лучше чем кому бы то ни было ну а чилийцам мы пожелаем удачи может им повезет больше их жизнь и правда наладится с принятием нового основного закона в беларуси в конце прошлой недели состоялись очередные акции протеста теперь уже выглядящий не как серьезные попытки свержения власти а как нелепый фарс или банальная отработка зарубежного финансирования 25 октября истек срок ультиматума который экс-кандидат в президенты беларуси светлана тихановская выдвинула лукашенко она пообещала что если лукашенко до 25 октября не покинет свой пост выведет на акцию протеста всю беларусь и организует всеобщую забастовку связи с этим оппозиция в соцсетях призывала всех противников лукашенко к 14.00 25 октября выходить в центр своих городов стоит отметить что в этот раз акция протеста в минске действительно было несколько более многочисленна чем предыдущие октябрьские митинги хотя по сравнению с выступлениями сторонников не системной оппозиции в августе народу на ней было меньше раза в четыре или пять в общем майдана в очередной раз не получилось вместо этого получились задержания причем весьма жесткие с применением светошумовых гранат как заявил начальник минской городской милиции иван кубраков во время несанкционированной акции в минске правоохранители задержали около 120 человек по его словам цитата сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники которые нападали на центральное рвд а также те кто устроил бесчинство в спальных районах на следующий день представителями эмигрантской оппозиции была назначена всеобщая забастовка уж не знаю бастовала ли тихановская в литве отказываясь от встречи с очередными спонсорами но в беларуси вся так называемая забастовка заключалась в следующем в митингах студентов столичных вузов в закрытии немногочисленных частных предприятий в сфере обслуживания и в небольших стачках на некоторых предприятиях вроде мзкт мтз или грудно азот официально забастовки полностью отрицались но как нетрудно заметить на видео отдельные попытки организовать забастовку на производстве имели место впрочем они сошли на нет буквально за считанные часы есть даже смешное видео на котором представители оппозиции пытаются не пустить рабочих в цех на работу а те со словами пойдем работать прорываются в цех что же касается мира реальной политики они буйного воображения сторонников светланы тихановской там для белорусской прозападной оппозиции все складывается совсем безрадостно 22 октября минск с визитом посетил глава службы внешней разведки россии сергей нарышкин как сообщали российские сми в ходе визита он предупредил александра лукашенко о готовящихся западными спецслужбами провокациях вероятно именно этим было вызвано ужесточение действий белорусских правоохранителей в ходе протестных акций 25 октября в телефонном разговоре с госсекретарем сша майклом помпео состоявшимся 24 октября президент беларуси александр лукашенко заявил что россия является главным союзником беларуси и оказывает республике поддержку как сообщает тасс лукашенко также сказал помпео что рф не вмешивается во внутренние дела республики при этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы в переводе с дипломатического языка это означает прямое заявление лукашенко о переходе беларуси в российскую сферу влияния и отказ от политической кооперации с западом и в частности сша и к этому надо сказать его подтолкнули сами западные государства попытавшиеся устроить беларуси майдан подробнее ситуации в беларуси поговорим с политологом международником павлом рудяковым здравствуйте добрый день как вам те события которые происходят в беларуси я имею ввиду ультиматум тихановской до этого как раз случился визит нарышкина главы свр россии в беларуси он якобы предупредил лукашенко о готовящихся провокациях после этого 25 числа когда белорусская оппозиция собирала силы как они сами говорили для решительного броска уже в который раз все это в общем-то мероприятие было подавлено и достаточно жестко жестче чем на протяжении предыдущих полутора месяцев вот как вам вся эта ситуация к чему идет вообще развитие политических процессов беларуси как скоро будет там проведена конституционная реформа о которой говорит лукашенко ну и в принципе чего ожидать в ближайшие месяцы там беларуси насколько понимаю ситуацию идет окопное противостояние получается что оппозиция пусть там оппозиция данном случае такое как бы уличное слово но не подходит к тому к тем силам которые проявились беларуси и на волне этих протестных манифестации длительных мы будем оппозиция употреблять поскольку другого нет у нас определения они не могут сейчас свалить власть действующую а действующая власть не может снять напряженности не может остановить вот эти уличные манифестации ну и не может связать девушку которая выдвигает ультиматумы вы говорите ультиматум тихановский она насколько мне известно говори называет или это уже не она технологи называют народный ультиматум вроде народ выдвигает ультиматум но это такая игра в слова которая понятно нам случае создания смысла вы это лучше знаете чем я так вот это окопная война состоит том что те но напряженность сохраняется и беларуси сохраняется очень высокая степень взрывоопасности то что господин нарышкин если верить этим информационным вбросам предупредил о том что готовятся провокации жесткие для того чтобы взорвать ситуацию как это делается мы знаем и на собственном опыте на опыте других постсоветских стран не только постсоветских стран беларуси все готово насколько я понимаю ситуацию там есть и стрелки и снайперы и бойцы и жертвы которые определены для вот для того чтобы взорвать эту ситуацию но пока что начало дай бог чтобы этот раз удалось но это не означает что та сторона которую представляет тихановская те кто за ней стоят что они отказались от такого сценария а что что мне представляется вот власть не делает и лично президент лукашенко они не запускают процесс транзита власти потому что все равно беларуси сохранить статус-кво который вот на сегодняшний день есть избран президент он будет 5 лет забыл беларуси на 5 лет избирают президента по моему на 5 лет что будет вот этот очередной политический цикл начатый запущенные президентской выборами он пройдет вот таком режиме как проходили все предыдущие сроки президентства господина лукашенко верить в это наивно так не будет нужно запускать процесс транзита власти если не запустит власть процесс транзита власти или через переговоры с кими-то представителями ну в сизо это были переговоры с представителями но уж больно место такое было не переговорное когда лукашенко поехал встречаться с людьми которых он там заявлено о начале конституционного процесса разработки новой конституции заявлено но не делаются практические шаги которые можно было предъявить публике своей вот этим нескольких оппозиционеров выпустили протестующим но это только подготовительные шаги а чтобы лукашенко мог вот выйти скажем прийти к вам студию сказать своим ребятам я вот я вот это делаю вот давайте вот это обсудим вы пока что при прекращаете забастовки стачки студент студенчество идите в аудитории учитесь или дистанционно и чтобы он мог показать хотел сказать прогрессивной западной общественности господину помпео как ну не мути уже воды у меня ну давай ну подожди спрячь своих бойцов снайперов спрячь там этих ульти ультиматов то ультимату мы свои не объявляем вот это транзит власти который я предлагаю для того чтобы беларуси восстановилась ну пока что стабильность но стабильность может быть восстановлен только при условии что пойдет процесс транзита власти они подготовка к нему лукашенко хотя нет время я понимаю он я его лично понимаю потому что очевидно у него пока что нет условий на которые бы его удовлетворили лично вот этого транзита власти ему нужно и себе место какое-то определить он же еще не старый человек если брать по индийским и китайским параметрам 60 чем-то летом сколько 70 лет еще ну вот в госдуме россии заявляют что после конституционного процесса в беларуси с новой конституцией ускорятся интеграционные процессы может быть он поэтому затягивает не хочет как бы сказать отдавать больше полномочий туда в кремль или на уровень союзного государства как это называется ну да я думаю что такой вариант рассматривается я думаю что для вот беларусь сейчас кризисе в глубоком политическом то есть для того чтобы вытянуть беларусь из этого кризиса очевидно вот этот формат союзного государства и продвижения повода по тому пути в котором беларусь и россия шли но все время с кими-то остановками с кими-то отходами в сторону и так далее думаю как в акадин вариант рассматривается но этот вариант мне кажется для беларуси и для элиты политически белорусской государственно-политической лично для лукашенко он был бы оптимален если бы то есть есть два варианта или путин решит проблему за лукашенко и лукашенко примет решения путина и И пойдет в союзное государство. И второй вариант, Лукашенко решит свои проблемы. И решив свои проблемы, придет Путин и скажет, Владимир Владимирович, давай вот объединяться, то, что мы думали, там, 10 лет назад запускали этот вариант, уже больше союзного государства. Но у меня теперь все в порядке, я легитимный президент, все у меня, значит, вот у меня оппозиция, вот у меня те, вот я сейчас Помпео позвоню, скажу, там, не волнуйся. А, уже, может, не будет звонить, может, помпео другой человечек после 3-го ноября. Ну, кстати, в разговоре с Помпео Лукашенко вот недавно открыто заявил, что, так сказать, Россия наш там стратегический союзник, мы от этого не откажемся и так далее. Но еще раз повторяю, одно дело, если в Белоруссии раздрай, и приходит Путин и говорит, Григорьевич, я тебя спасаю, давай, значит, вот мои ребята тут все утихомирят, а ты, значит, приезжай в Москву, мы тебя договорим. А другое дело, если бы Лукашенко удалось, опять же, только через транзит власти, там, Данил, может быть, вы по-другому думаете. Я думаю, что без запуска процесса транзита власти, а транзит власти в Белоруссии предполагает почетную роль для Александра Григорьевича, но уже без его, вот, без этого пятилетнего цикла президентского. По-другому там, мне кажется, очень сложно. А это важно для, в том числе и для того союзного государства, в которое Белоруссия, очевидно, все равно вступит для того, чтобы сохранить какие-то вещи, которые сейчас у них есть, пока остаются. В контексте транзита власти идет очень много разговоров о партийном строительстве в Белоруссии. До сих пор в Белоруссии фактически не было партий в таком вот общепринятом понимании этого слова. И даже политических проектов, таких, как на Украине, не было. Но если говорить о политических проектов, оно может быть и хорошо, что их не было. А вот касательно партий того же сказать нельзя. И сейчас там образовывается на основе движения Белая Русь, но это провластного. Такая одна партия делается, еще какая-то там организуется. Какие-то уже там пророссийские силы объявили о том, что они будут свое создавать. Очевидно, что такая системная оппозиция будет, наверное, какая-то формироваться. То есть что ждет Беларусь в плане вот этого партийного строительства? Удастся ли оно там? Ну, очевидно, что это будет сделано, потому что это как запрос времени и ситуации. Но тут же, как сказать, такая многопартийность бутафорская, как у нас, я думаю, белорусам не нужна. То есть возвращаться на 30 лет назад, когда у нас возникали эти партии, которые потом БПП превращаются в МММ, МММ превращаются в ЕС и так далее. Ну, это же бутафория, это же не реальные партии, у которых нет там ни ячеек, ничего. Сейчас же другая ситуация. Сейчас эти политические проекты, они не только у нас, не только на постсоветском пространстве, приобрели другой какой-то формат. Но Белоруссия отстала в этом. Вы же правильно формулируете, что там нет даже того, что у нас. Даже вот этой имитации нет. Но этих имитирующих каких-то элементов нет политического процесса. Но они все равно должны будут это сделать, потому что у них, насколько я понимаю, ситуацию, когда будет запущена вот эта конституционная реформа, они все равно придут к досрочным выборам. Ну, очевидно, парламентским. Возможно, договорятся с кураторами Тихановской и Лукашенко о том, чтобы не делать досрочные президентские, а начать с досрочных парламентских. И тогда возникнет необходимость формальных политических проектов, которые создадут видимость этого плюрализма политического. Разные программы, разные партии. Но мне кажется, что в Белоруссии же одна из проблем в том, что там нет аллигархата такого ярко выражен. Там больше у них такой бюрократический класс или прослойка. Бюрократы могут создавать, скажем, МВД может свою партию создать, КГБ может свою партию создать, кто у них там, какое-то крупное предприятие, может, партия любителей МАЗа, да, или там тракторов, которые производят. У них в этом смысле, у нас же олигархи тогда лепили эти партии, которые, ну, и подходящие. Ну, хорошо, а как прописать статьи расходов на эти партии и так далее? Там, в принципе, есть шанс, как мне кажется, на создание таких, ну, более-менее настоящих партий. Пусть они там изначально будут создаваться директивно-планово, но, скажем так, это не будут олигархические проекты, вот потому что нет олигархов. Будут бюрократические. Получается, мы же тоже в такой ситуации, когда мы говорим, что вот у нас олигархический строй. Но это не совсем так. У нас олигархическо-бюрократический строй. Вот сейчас местные выборы показали, что на местах общенациональные олигархи проигрывают местным бюрократам, которые связаны и с мини-олигархами местными, и с криминалом местными, неместными и так далее. То есть это все перекручено. Но главную роль играют бюрократы. В Беларуси, ну, в России вот бюрократы победили олигархов, да? И, соответственно, бюрократы, в том числе силовые бюрократы. И мне кажется, что в Беларуси будут, ну, будут созданы партийные какие-то проекты, это неизбежно, это как бы вывеска, без которой отсутствие которых будет делать ущербную ситуацию и власти, и президента, и, собственно, всей страны. Но ведь когда создается партия там в Минске, потом нужны вот эти, то, что есть у Батькивщины, например, вот к Юлию Владимирову можно по-разному относиться, но вы знаете, у них вот эта система первичных организаций и местных ячеек наиболее распространена, наиболее широка сеть, и наиболее она вот в глубину. До последнего времени, ну, практически умерла она уже сейчас. Ну, вот, не знаю, вот сейчас на выборах она работала, только работала как бы больше самостоятельно. То, что мне вот из разных мест там люди говорили, то эти местные ячейки уже продавали свои услуги, независимо от партийного бренда. То есть оно, ну, это, очевидно, уже время пришло, уже Батькивщина не может удерживать такую сеть. Но вот создание вот этих первичных организаций, то, что было, это я по старинке, по коммунистическому называю, да, извините, то, что вот этих ячеек местных, то подразделений, которые работают, вот пусть там даже не на уровне района, на уровне вот теперь объединенных территориальных общин наших, которые теперь у нас новая реальность, новый феномен. Это большая проблема, потому что Белоруссия же все-таки остается, в основе белорусской вот этой политической жизни лежит командно-административная система, централизованная и так далее, и так далее. Государственные предприятия, которые тоже влияют на государственную собственность, на очень многие объекты. Белоруссия с этим, не знаю, у них же, если пойти теперь по вот этой, по западной модели, которая, кстати, уже давно показала и в нашей стране, и в других постсоветских странах многих, показала свою ущербность, несоответствие нашим реалиям, то белорусы, белорусы уже от ломка большая, а им, в принципе, ломка вот... Для них важнее всего это избежать ломки экономической, социально-экономической, которая неизбежно сопровождает вот эти политические катаклизмы. А это очень трудно сделать. Мне кажется, что Беларусь идет к такой российской модели, то есть в Беларуси фактически и сейчас госкапитализм, да, он более государственный, чем российский и так далее, но очевидно, что вот эти партии или квази-партии или какие-то политические проекты будут создавать, наверное, в основном российские технологи, руководствуясь российским опытом и механически перенося его на белорусскую ситуацию. Ну, вот та же там Белая Русь, ну, прообраз, наверное, такой «Единая Россия» берется за основу или что-то в этом духе. Нет, ну, Россия, безусловно, будет участвовать и участвовать, там же никто это особо не скрывает, хоть Владимир Владимирович Путин говорит, что мы не вмешиваемся в внутренние дела других стран, но какая-то работа и по поддержке Лукашенко, и по организации вот этого, всего, что там происходит, безусловно, она идет. Да и как тут же все работают, и Россия работает, или многие работают, и Россия работает. Почему Россия не должна работать, если это ее ближайший сосед, партнер, по сути, единственный такого уровня партнер, даже выше, чем стратегический, союзнический партнер, правильно? И это ее граница, это ее непосредственный интерес. Поэтому я думаю, что там будет. Но в России все-таки немножко по-другому. В России все-таки есть, и были тогда, когда это все вот возникало уже, это путинская эра, были большие люди, большие частные компании, очень большие, очень-очень большие, даже по мировым меркам. А в Беларуси нет, в Беларуси этого нет. Хотя вот в Беларуси есть директора предприятий, которые, государственных предприятий, которые, думаю, уже фактически являются собственниками этих, или, по крайней мере, бенефициарами этих предприятий, больших государственных. То есть, если завтра разрешить, он это возьмет, сделает, станет белорусским Коломойским или кем там еще. Но пока что этого нет, то есть формально остается. И вокруг этих предприятий могут возникать политические проекты. Могут. Особенно предприятия, которые связаны с российскими партнерами, с русским рынком, российским огромным и так далее. Но это сейчас все должен быть субъект. И субъект появится. Я думаю, что там сейчас речь идет о конкуренции субъектов. Или это делает Минск официальный нынешний, все это переформатирование, когда идет, пусть русские технологи, пусть молдавские технологи, пусть киевские технологи поедут, но тоже есть, вы же тоже представители нового поколения, грамотные люди, грамотные технологи. Субъект определяет и идет этот процесс. Или пусть два субъекта определяют и идут, но чтобы избежать конфронтации, потому что если пойдет много субъектность, то Белоруссия просто распадется. Хоть там и особо распадаться же нечем, они же не так, что запад, восток, север, юг у них, как бы это более гомогенно, там есть пусть припольские территории. Но там остается сложная ситуация, она взрывоопасна. Вот это проблема. А власть тянет то, с чего мы начинали с вами, или по крайней мере то, с чего я начинал. А власть тянет, власть замедляет этот процесс, надеясь, что все как-то утрясется. Оно не утрясется. Ну что ж, на этом мы будем завершать. Спасибо вам за беседу. Пожалуйста. В гостях у Международной панорамы был политолог-международник Павел Рудяков. В страдающем от войны на Горном Карабахе тем временем провалилась уже третья за последнее время попытка по установлению перемирия. На сей раз последникам в примирении сторон попытались выступить Соединенные Штаты. По опубликованным 25 октября на сайте Госдепартамента США заявлении говорилось, цитата, «Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 октября встретились с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября. Гуманитарное прекращение огня между сторонами вступает в силу в 8.00 по местному времени 26 октября 2020 года». Как нетрудно догадаться, гуманитарное перемирие было сорвано, едва начавшись. Новое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, как сообщают официальные представители обеих сторон, было нарушено почти сразу после его вступления в силу в понедельник. Армения и Азербайджан возложили друг на друга вину за срыв договоренности, заключенной при посредничестве США. Сначала Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские солдаты обстреляли азербайджанский город Тер-Тер и близлежащие села в Карабахе. Затем Министерство обороны Армении объявило, что вооруженные силы Азербайджана подвергли артобстрелу позиции формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики на северо-восточном направлении. Пока стороны не могут договориться, безвозвратные потери от идущей войны продолжают расти. Большинство источников подтверждают, что счет идет уже на тысячи погибших. Объективных причин для прекращения огня и установления стабильного перемирия пока не просматривается. Вооруженные силы Азербайджана, вдохновленные оперативным успехом на юге Карабаха, продолжают попытки наступления. На отдельных участках фронта армянам удается контратаковать, однако в целом картина для них остается неблагоприятной. Вероятно, именно обстановка на фронте служит той причиной, по которой азербайджанское руководство не заинтересовано в установлении стойкого перемирия. У него есть основания рассчитывать на более серьезное продвижение, потому боевые действия продолжаются. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры создавал DimaTorzok